Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? На том, что все кратные числа d обозначили вот так dz и установили некоторую очень важную теорему, что если множество p таково, что p минус p по Минковскому лежит внутри p, то p обязательно имеет такой вид. Ну и заодно мы раскрыли некие карты, назвали это подгруппой в группе целых чисел по сложению. То есть любые два числа, которые кратны d, в сумме дают число тоже кратное d. Ну и разность двух чисел кратных d тоже делится на d. Это наблюдение, которое в принципе и так каждый человек может сделать для себя. Вот. Ну и теперь вопрос следующий. Давайте теперь найдем наоборот для данного числа n все такие d, что n делится на d. То есть рассмотрим произвольное натуральное n и посмотрим в какие вот такие множества оно попадает. Если n попало в такое множество, значит n является кратным числа d. Вот. Ну и вот вопрос нахождения делителей числа n, он появляется в очень многих задачах математики и олимпиадных, и каких-то просто из теории идущих, да и в обычной жизни тоже довольно часто бывает нужно знать, какие числа делители. Нужно уметь их перечислять. И вот эта задача уже достаточно нетривиальная. Ну и вот одну олимпиадную задачку, которая к ней приводит, я хочу рассказать. Тем более, что она вышла в Форт Боярд Математика, где я участвовал. Задача была такая. Есть детсадик на 100 детей. Это их шкафчики. В каждом детсадике у каждого ребенка есть шкафчик. Каждый из детей встал у своего шкафчика. И по первому свистку все открывают дверцы шкафчиков. То есть после первого свистка у всех шкафчиков двери распахнуты настиж. По второму свистку закрываются второй, четвертый, шестой и так далее. Через один идем по четным. То есть все четные закрываются обратно. По третьему свистку меняют свое состояние. То есть те, которые закрытые, открываются, а те, которые открытые, закрываются. Все через три. То есть третий, шестой и так далее. По четвертому свистку меняют состояние все через четыре. Ну и так далее, по катому свистку меняют состояние все, которые идут через k. В наших новых терминах очень просто. Это выглядит, что первый свисток меняет состояние все. Ну, надо еще написать, что это пересечение, это, кстати, теоретика множественная терминология, пересечение двух множеств, те, которые лежат и в этом, и в этом, с множеством от 1 до 100. Вот. Далее, по второму свистку 2z, пересеченное с тем же самым множеством всех чисел от 1 до 100. Ну и по катому свистку kz, пересечение с этим множеством. То есть все кратные k, которые не более чем 100. Ну и последний свисток, по которому хоть что-то происходит, это сотый свисток. По сотому свистку меняет состояние сотый шкафчик только. И, между прочим, надо понимать, что по предыдущим 49 свисткам, 51, 52 и так далее, и 29, тоже менял состояние на самом деле только один шкафчик, потому что следующий кратный числа больше 50 уже больше 100. И в шкафчики не попадает. Ну вот прошла такая странная волна открывания и закрывания дверей, и требовалась задача найти, какие шкафчики будут открыты после этого. Будут открыты. В этом стал вопрос. Мы очень быстро смогли решить эту задачу, как те, кто решал ее по велению злого духа прямо в его присутствии за 5 минут, так и мы, которые следили за ними через монитор. Ну действительно, смотрите. В какой момент данный шкафчик меняет положение? Момент, когда он делится на номер свистка. Ну очевидно, да, по конструкции. Значит, соответственно, нужно понять, у каких натуральных чисел таких моментов будет нечетное количество. Потому что шкафчик будет открыт, если он открылся, закрылся, открылся, 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 да? То есть он нечетное количество раз менял свое положение. Если четное, то он, наоборот, останется закрытым. Поэтому вопрос в том, у каких натуральных чисел нечетное количество делителей. Ну понятно, что, наверное, прежде всего надо разобраться с тем вообще, какие делители у каких натуральных чисел, да? То есть как уметь перечислить делители числа. Ну вот именно этим мы и будем заниматься. Ну давайте, для примера, возьмем само число 100. Давайте попробуем понять про него. Четное или нечетное количество делителей у него. Значит, как нам перечислить делители числа 100? Ну такой банальный подход, брутальный, я бы сказал, подход, состоит в том, чтобы просто все числа подряд проверять и смотреть, делится ли 100 на них, да? То есть 100 делится на 1, делится на 2, на 3 вроде не делится, да? Доходим до 99, перепрыгиваем. Следующий уже 102. На 4 опять делится, на 5 делится. На 6 тоже не будет делиться. Но это бессмысленно долго. Математика – наука ленивых людей. Математика – это наука для тех, кто умеет быстро сэкономить свое время. Значит, прежде всего, первое такое замечание, которое мы сделаем, что достаточно проверять делимость только на простые числа. Достаточно проверять делимость только на простые числа, потому что если число 100 делится на какое-то А, и А не простое, да? Если А не простое, то у А есть какой-то простой делитель, да? Ну как это строго доказать? Ну понятно, просто если у А есть какой-то делитель, Мы раскладываем а на множители, смотрим из этих двух делителей, если есть какой-то простой, то уже доказали, что у а есть простой делитель. Если нет, каждый из делителей делим на множители. И каждый раз мы пользуемся тем, что вот из этих двух утверждений обязательно следует, что 100 делится на p. То есть если какое-то число а делится на b, а b делится на c, то а делится на c. Это очень важное свойство делимости, собственно основное свойство делимости, это транзитивность, как говорят математики, свойство делимости. Ну и теперь понятно, что мы же не можем бесконечно раскладывать на множители положительное целое число, а все равно в конце концов мы упремся в простые. А значит, соответственно, у каждого числа, пройдя по такой цепочке, будет и какой-то простой делитель тоже. Ну вот, чтобы мы нашли все делители, давайте попробуем найти вначале все простые делители, а потом подумать, что это нам даст. Ну хорошо, смотрим, какие простые делители у числа 100. Ну угадывается 2 и 5. А есть ли какие-то еще делители у числа 100? Давайте попробуем еще и так сделать. Давайте разложим 100 на множители. Если у 100 есть простой делитель 2, значит можно представить делитель 2 умножить на 50. Так, дальше пишем 2х2х25. И наконец 2 в квадрате на 5 в квадрате. То есть мы разложили 100 в произведение простых. И на самом деле теперь мы могли бы перечислить все делители числа 100 уже очень быстро и читерски. А именно, хочется верить, что любой делитель числа 100 имеет вид 2 в некоторой степени умножить на 5 в некоторой степени, где эти степени не превосходят те, в которых 2 и 5 возводятся при получении 100. То есть а здесь либо 0, либо 1, либо 2, и b либо 0, либо 1, либо 2. Ну вот смотрите, проблема в том, что мы здесь подразумеваем некоторые утверждения. Ну вот действительно, почему бы числу 11 тоже не быть делителем числа 100? Ну мы скажем, ну потому что если это так, то 100 равно 11 умножить на что-то, да, на какое-то m. Получается два совершенно разных, да, способа разложить 100 на множители. Ну это да, это как-то выглядит очень странным. Ну вот в школе, в пятом классе объявляют это таким законом, который выполнен, ну по причинам, которые не объясняются в школе. Ну вот однозначное такое разложение на простые и все тут. Но в нашем курсе будет строгое доказательство этого утверждения. Потому что на самом деле это важнейшее утверждение начальной математики называется основная теорема арифметики. Что любое число единственным способом представляется в виде произведения простых. Ну или если мы сгруппируем, то вот в такой форме, что какое-то простое в какой-то степени, множительное какое-то другое простое еще в какой-то степени и так далее, конечный какой-то список простых в степенях. И что другого способа разложить на множители уже не будет. Любой способ раскладывания в конце концов придет к этому. Например, если ты напишешь, что 100 равно 10 на 10, то это будет другое разложение, чем 2 на 50, да, 10 на 10, пожалуйста. И то и другое верно. Но это не разные разложения, это просто еще не законченные разложения. Здесь можно повыделять простые и здесь можно повыделять простые. Вот, и будет то же самое, 2х5 на 2х5, а здесь 2 на 2 на 5 на 5, что будет, конечно, одним и тем же. Но вот то, что не будет какого-то принципиального иного с другими простыми числами, это утверждение как раз носит название основной теоремы арифметики. И нам придется ее использовать, а тем самым придется и доказать все, что мы будем использовать. Почти все, что мы будем использовать, мы будем доказывать. Вот, поэтому, прежде чем отправляться дальше в поисках решения вот этой задачи, мы докажем основную теорему арифметики, а потом уже с помощью этого оружия решим исходную задачу. Спасибо. 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 Спасибо.